Я считаю, что это неправильно, когда по телевизору дают смс. Приятно, когда кому-то помогаешь. Кому-то неловко это все просить, как-то стыдно просить, как в милосене. Можете рассказать о какой-нибудь поступке, о котором вы гордитесь? Один, любой. Какие-то поступки, опять же, не то, что я горжусь как-то. Приятно, когда кому-то помогаешь. Когда там, наверное, не брала квартиру, и человек не спасла жизнь, но маленькую толику что-то помогла, и человек облегчила жизнь. Поэтому я всегда в каких-то благословительных участвую в программах. Даже по телевизору, хотя я считаю, что это неправильно. И вот то, что когда по телевизору дают всякие смсы и все, да. Ну, как бы не должно быть так. Должна быть какая-то дотация государственная, откуда вот какие-то определенные суммы можно было для помощи детям особенно, которым можно помочь еще, это вот обязательно помочь. В Чехе, например, такая есть практика, что ребенок, если какой-то болеет, ему можно помочь, то за счет государства и вертолеты какие-то организовываются где-то там в других даже странах какие-то операции. Проводятся какие-то действия, чтобы ребенок был здоров. И это очень важно. Это все за счет государства, это очень важно. А мне вот тоже, когда мы собираем деньги, мы тоже иногда собираем деньги, мы не можем собирать постоянно. Я всегда, знаете, для себя очень сильно обижаюсь на то, что это какая-то лотерея, что я помог вот только этому ребенку. Да, а сколько еще народу как бы осталось детей особенно без помощи? Да, сколько же мы оставили без помощи, где родители не собрали силой воли выставить все вот это наружу. Кому-то, да, кому-то неловко это все, как вот просить. Как-то, ну как-то так стыдно просить, как-то, ну как в милосеню. Но да, такая история есть, к сожалению.